МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мероприемство завитал министр по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашенко. Следшие гомельщины заклали у областным центры новую аллею. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомеля прошли бизнес-дни. По сути, это международная кооперационная пляцовка, на которой проводят перамовы представники деловых колов. Мероприемство форума наведал Олег Сенсеров. По экономичному житию гомельской области есть две основные подеи. Экономичный форум в мае и бизнес-дни у Костричников. А вот два накереваны на достигнение одной мэты. Палиобщение бизнеса о сяроде у регионе. Причем, когда мероприемство по околкоти удельников, в эти мероприемства можно лечить уже международными. Глядя на то, что все это бизнес-дни проходит только в третий раз. Их удельниками стали пространки 19 краин. От России, Украины, Италии и Польши до Китая, Монголии и Королевства Таиланд. Организатор форума Гомельское отделение Белорусской гандрово-промысловой палаты минавито тут сформулировали и головную задачу, да помогли представникам бизнесу наладить долготерминовое супрацовництво. Мы хотели, чтобы именно бизнесмены приехали в Гомельскую область и участвовали в переговорах с нашими предприятиями, посещали наши предприятия. И что важно, что в рамках бизнес-дней, готовясь к этому мероприятию, делегации заезжали намного заранее. И они уже приезжали неделю назад, уже приехали бизнесмены, проехали много предприятий, у них состоялось много встреч и еще многие намечены. Это очень важно. Сегодняшний бизнес-форум у Гомеля, выкликая повышенный интерес и по еще одной причине, в Белоруссии подписан широк указов, накерованных на активизацию деловой активности, форум у Гомеля повинен подтвердить их эффективность. Причем в 30-сах это не только новых партнеров. Супрацовництво Республики Беларусь и Социалистичной Республики Вьетнам притягивается не первый год, а зараз оно выходит на новую взрывень. Коли летость товарооборот помеж краинами складал около 120 миллионов долларов, то все лето повинен досягнуть уже 200 и в дальнейшем протягне расти. Два президента обещали, что торговый обязательно достиг 500 миллионов долларов. В ближайшие годы. Вот такая обстановка торговля между Вьетнамом и Республикой Беларусь. Предприемство в Гомельской области сегодня сопродуюсь, что пропоновать потенциальным партнерам. Причем размова может исти, як об традиционной продукции, яка уже подтвердила свою якось, так и принципово о новых распроцовках по акционерным товаристве Светлогорск «Химволокно» освоили в творчестве материалов, яке мают вели широкий спектр выкрашения, от спортивных отделений до аэрокосмичной промысловости. Этот материал состоит из углерода, чистого углерода, 99,6% углерода. Вот разогреваю, как металл разогревается, но ничего с ним не происходит. То есть это очень высокая теплозащита. Такой материал выпускает в мире только три страны. Америка немножко, во Франции чуть-чуть и в Беларуси. Официально Костричинский бизнес-форум у Гомеля притягивается один день, но шмак кто за денег укажет, что затримается в Беларуси еще на некий час. Оживление суцветной экономики и приобщение делового сяродя у Беларуси начинает приносить установчие выники. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель». Традиционно на передаче дни восемьских каникул семья лицея при институции громадской обороны МНС Беларуси пополнилась. Первокурсники принесли клятву юного выротовальника. Министр по надзвучайных ситуациях Беларуси Владимир Вашенко зауседы присутствующая на этой урочистой церемонии. Он особенно знакомится с теми, кто худко станет у Рады ведомства. Светками принесения клятвы стали старейшие товарищи новоспешенных лицеистов, педагоги и ведомашь батьки. Все лета широких юных выротовальников пополнили 59 хлопчиков. Яны поклялись высоко нести гонор и годность лицеиста, а так само любить родиму. Не все сегодняшние лицеисты в будущем станут супрационниками подразделения МНС. Некто пополнить широкие инших силовых структуров. Альбо знойдутся обе у громадских профессиях. Одно из остается зимы обовязкового пошутчо собровства и патриотизму. Хотели бы видеть их будущими спасателями, но это не главное. Главное, что они растут достойными, настоящими патриотами и искренне любят свою Родину. Более половины выпускников поступают в наше учебное заведение. Сегодня из 389 выпускников более 200 становятся и стали спасателями. Многие учатся. До 80% поступают в учебное заведение силовых структур. У Гомеля подвели выники конкурсу название лепшего инспектора пропаганды МНС, який представить нашу область на республиканском конкурсе. За перемогу у им змагались 11 удельников из районных подразделений. На протягу года инспекторы пропаганды и взаимодействия с громадкостью МНС проводят скаля 200 мероприемств по навучанию насельничества правилам безопасности. Выступают в прационных коллективах, на сельских сходах и в навучальных установах. Тому одним из этапов конкурса было ораторское майстерство. А кроме этого, сяроды удельниковы провели тестирование на ведание нормативных документов и попросили написать артикул пропагандыской тематике. У номинации «Журналистское расследование» удельники отказали на каверзное пытание корреспондента. Сегодня, конечно, инспектор пропаганды должен быть человеком творческим, обладать ораторским мастерством, уметь работать на камеру, писать статьи. Так, например, в конкурсе «Визитная карточка» каждый участник через музыкальное, художественное, театральное или даже спортивное представление расскажет о себе и своей работе. В конкурсе, например, «Инновационный социальный проект» будет представлен инновационный подход в решении актуальных проблем в области пропаганды безопасности жизнедеятельности. По выниках двух джен с поборниц того, третье место досталось Александру Тяплинскому со Светлогорского района. Другое – Виктору Кийко с Рэшицы. Лепшую профессией назвали Веронику Матусевича с Гомельского района, которая работает в сфере пропаганды безопасности жизнедеятельности больше за 4 года. По распределению сразу попала в этот отдел и именно в это направление. И была очень рада, потому что действительно мне очень нравится работать с детьми, работать с населением, с разными категориями населения. Ну, пропаганда безопасности жизнедеятельности сейчас в приоритетном направлении. Главное, наверное, научиться находить подход к разным категориям населения, потому что с детьми надо определенным образом заниматься, с трудовыми коллективами, то есть со взрослым населением тоже свои есть нюансы. В эти дни в Гомеле проходит 10-й краязнавчий семинар «Открыть Германию». Селета яго организовали на базе Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Семинар наведал посол Федеративной республики Германия Петер Детмар. Подробязности в сюжете Ганны Коральчук. Краязнавчий семинар – это что годовое мероприемство, которое проходит в рамках тыдня в Германии и Беларуси. Дарачи, селета яны связаны с юбилеем «Отновление беларуско-германских дипломатичных относин». Тому их программа особливо разнастайная. Яна включает кинопоказы и театральные постановки, концерты, аутерские читания, выставы, майстер-классы и лекции. Что тычется семинара «Открыть Германию», то это адукацыйный проект. И его организатором выступает информационное бюро Германской службы академичных обмена у Минску. К сожалению, сегодня академический обмен проходит больше в одном направлении. Здесь можно отметить, что около 1200 студентов и ученых из Беларуси учатся и продолжают деятельность в Германии. Но из Германии в Беларуси пока что это число составляет менее 100 человек. Но я могу себе представить, что в будущем этот тренд может измениться, например, когда Беларусь станет полноценным членом Европейского образовательного сообщества, а именно присоединится к баллонскому процессу. Уделы-семинары принимают больше за 70 студентов, установившиеся эдукации Республики Беларусь. Программа складается с тематичных докладов об сучасных тенденциях грамадского, культурного и экономического жития Германии, а так само мастер-классов. Кроме того, уделники мают добрую махчимость попрактиковаться у немецкой мове и доведаться об махчимостях стажировки у Германии. Семинар протягнется до 29-го Кастричника. Моя специальность – коммерческая деятельность, но так как я была в августе в экономическом университете в городе Трире, я получила стипендию от немецкой службы академических обменов, посетила Германию, получила огромный опыт. Я проходила отборочный тур, подавала мотивационное письмо, собирала все свои документы. Я проходила дважды, и на второй раз я получила данную стипендию и поехала учиться в Германию на один месяц. Для нас очень важно усилить практикоориентированную подготовку студентов, но и очень важно, чтобы наши студенты овладели знаниями о культуре Германии, о ее традициях, специфике. Это позволяет в том числе студентам специальности мировая экономика получать практические навыки по работе с партнерами из Германии в своей будущей работе. Ганна Корольчук, Игорь Марысченко, телерадиоакомпания «Гомель». Завтра Краина означает день автомобилиста и дорожника. Традиционно он преподает на пошнюю неделю Кастрышника. Однако выходные у виновников святого в этот день бывают не зауседы. Многие водители и дорожники завтрашний день проведут на працанных местах. И навыц замес того, как примать подарунки, вы решили сами их дарыть. Под обязанностью моей коллеги Ганны Ковалевой. Грамотским транспортом корыстается большинство из нас. И водители автобусов и троллейбусов – ты, от кого залежит многое в нашем жизни. Типа спим мы на працу, на тягник, або на спотканье. У их руках часом целые лёсы. Бо от их профессионализма залежит наша безопасность и жизнь. Для этого у «Гомельской области» працуют тысячи человек. У «Гомельской области» на предприятиях «Гомель АблАутотранс» и «Гарэлектротранспорт». Работа на предприятии не прекращается ни на минуту, ни днём, ни ночью. Идёт подготовка подвижного состава к выпуску на линии. Ну и ежедневная работа с позднего вечера и до утра. Я, конечно, не водитель, но непосредственно отношение к транспорту имею, так как мы сработаем, в частности я и мои коллеги. Такой будет выпуск и безопасность пассажиров при перевозке. У нас командная работа. Мы должны подстраховывать, конечно, один одного. Бывают разные случаи. Всё случается и в салоне автобуса, и на дороге. И мы можем им чем-нибудь помочь. Маленьким чем-нибудь даже подержать ту отвертку какую-нибудь, когда ему срочно надо поменять лампочку какую-нибудь. Или посмотреть, что-то горят сзади стопы или не горят. Троллейбусная сетка «Гомеля» по протяглости линий и пассажиропотоку другая по величине в Беларуси, соступая только Минской. На ведущих позициях и автобусная сетка. География рух у международного транспорта постоянно поширается. И в целом сетка у всякого громадского транспорта у «Хомельщины» развивается беспропинно. Так, всё это на маршруты выше у шерых автобусов и троллейбусов с бесплатным Wi-Fi. При этом, кроме сучасных и рухомых составу, транспортные структуры володают и высокопрофессийными кадрами. Я уже работаю больше 30 лет именно в автобусном парке на перевозке людей. За что люблю? Людей вожу, понимаете, людей возить. Приезжаю, ждут сразу. Ну, не знаю, настроение у людей поднимается, когда автобус подъезжает. Двадцать три года я уже сижу за рывом. Пусть я не пришёл, сразу пришёл на это предприятие, а с тех пор работаю. Ну, что бы я хотел, прожил своим коллегам в работе и вообще автомобилистам. Счастья в семье, мир в семье, удача на дорогах, самое главное. Дарычу, с нагодой своего профессийного свята сопрацовники предприемства «Хомеля Балалта-Транс» вырошили не примать подарунки, а дарыть. Нахадаем, напереды дни святочной даты, яны провели доброчинную акцию «Добрый билет». У ЯГИ рамках 5% укошту кожных квитка, набытого на международные маршруты, откладались для спонсорской допомоги. На сёне собрано 20 тысяч белорусских рублёв. У всех это и хроши станут материальной подрымкой будовництва Гомельской областной детячей больницы. Церемония передачи этих сродков отбылась в урочистой обстановке. В первую очередь мы хотели бы привлечь внимание общественности, населения нашей Гомельской области к строительству областной детской больницы. И тем самым мы хотели внести свой скромный вклад в окончательное, в скорейшее завершение и вводу в эксплуатацию. Это нужно для Гомельской области лечебного учреждения. Мы вообще воспринимаем любую помощь с огромной благодарностью. Ну вот непосредственно руководитель Гомеля обла автотранса предложили нам денежную помощь и она будет использована для приобретения в учреждения современного оборудования. За свои громадские и профессийные досягненья в шерах супрацовников Гомеля обла автотранса был отзначен на вельми высокем узровне. У гэтый день частка з'ех была удостоена значных узнагород у темлику гоноровых грамот Министерства транспорта Республики Беларусь. Так само были уручены посвечения об занесении на областную дожку гонору Гомеля обла автотранса. А ветераны гэтой сферы передали символичную эстафету молодому поколению автомобилистов и дорожников. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У надыходящая школьная каникулы и святочные дни белорусская чагунка организует додатковые тягники. 4 листопада призначены додатковый тягник номер 642 «Минск-Гомель». Час отправления со столицы – 18.01. Час прибытия в областный центр – 23.35. Так само на 7 листопада призначены тягник номер 717 «Гомель-Минск». Час отправления с Гомеля – 10.53. Час прибытия в Минск – 14.02. 6 и 7 листопада будут курсировать огняки номер 801 и 802 «Минск-Вильнюс-Минск». Больше подробязную информацию можно отримать на сайте белорусской чагунки. Следшие Гомельчины заклали областным центры новую аллею. Ее место вызначили еще в вересне этого года, когда из нагоды 6-й годовины с основания Следшего комитета Республики Беларусь у парку фестивальны был усталеванный памятный знак. Это веолизный камень с ответной табличкой. Зараз же, когда я го, керуючий состав областной структуры и следшие высадили первую партию саджанцев – 20 лип и кленов. До речи, на этом ландшафтная работа не спынется. Протягнуть озеленение плануется, будучи весной. Суместно с представниками улады следшие проведут додатковое оккультурование этой зоны – высадят еще одну партию декоративных кустов и древов. Это место станет для нас уже знаковым в проведении различных мероприятий, принесении присяги, возложении венков, работа с молодым поколением, в том числе с учащимися юридических классов, которые открыты в этом году под эгидой Следственного комитета. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова